Он является МДР-кодом, застегает, застегает, тимбл, 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 тимбл. То он либо один из тривиальных кодов, то есть безызбыточный, то есть просто собрался код проверки четкости или код инкратного повторения. Или же, или же электрический, или же вот такой вот код с параметрами R3 и R4 над полем R4. Вот такой вот МДР-самодвуисленный код. Ничего себе, это полная претрикация. Полная претрикация и птических МДР-кодов, и птических МДР-кодов, причем длина которых больше, чем по плюсу 1. Потому что, почему мы хотим вот это условие? Потому что, когда меньшее это кодорезерство можно, мы достигаем, а мы хотим посмотреть, можно ли сделать больше. Оказывается, нельзя за исключением вот таких вот выверженных случаев и одного вот такого с маленькими параметрами, которые на практике нет. Ну очень, да. Включаем этот патрон, мы строимся на вот такую вот терапевтическую кодорезерство. Ну не могу выписать там матрицу? Ну не замечательно. Я напоминаю все, сколько мы говорим. Причем... Причем такая кривая максимальная, то есть она имеет максимально возможное число точек, нас более 0,4. Который позволяет для них нахватить. А... Не знаю, совсем. Это... Генетическое... Ну, Игорьев подрастет, а Игорьев равняет экскурсия. Кублическое равняет. Ничего, что там экскурсия. Что... А у вас на 10 лет подрастет? А... А... Значит, сейчас я... Да. Значит, есть такая же кодорезеронная ухода. Давайте я его выпущу. Которая до сих пор не доказана, но... Там, в период, пытаются люди лучше горються. Которая... Порога... 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 Нужно сказать, что я отвечаю, что еще 6, и 4, это... Помните, что... Длина... Мерная с минимальное расстояние. Которая? В... Видите? n-k-1, как раз 4. Н-k-1, как раз 4. Да. Н... Которая... Н... 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 В... Н... 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 В... Н... Палверии... Но не факт, что можно как-то построить по-другому. Ну да, совершенно понятно. А для литератических это вот так. То есть там ничего нет полезного? Дерево нет. 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 Да. То есть мы не будем достигать границы Синклсона, но мы будем сильно увеличивать длину. Потому что число точек на литератической критерии. Да, там и синтетически. Но почти и в грязь с большим причём. Вот. Дерево нет, по-другому я не пользуюсь для ландератых. Она вызывает следующее. Давайте сформируем в конце рейтинг зависит. Будет такая величина. Это максимум. по всем длином, по всем длином, по всем длином, на споле манку с размером тюка. Максимум по всем их длином. И, значит, гипотеза состоит в следующем, что если 2 меньше равна щенка, меньше, чем куб, то эта величина равняется куб плюс 1, то есть так на входа перед Соломоновой. Я прошу прощения, а каразина, что у нас? Каразина. Каразина, что у нас? Каразина, что у нас? Угу. Итак, мы выкинули стрекальные случаи. Да. Я сейчас напомню. Вот, если так, то... Верно, это равенство за исключением такого случая. nq3 равняется q плюс 2. И это же равняется mq минус 1. Причетом q. nq2. Так мы можем увеличить на единичку, но только в таких... Так, это получается, это, фактически, обык код и его двойственные, да? Ээээ... Ээээ... Эээээ... Эээ... Эээээ... Ээээ... Эээээ... Всевозможные коды имеют. А, ну, не надо. А, не надо. Здесь невозможные коды. Да. А кто выделил бы тут? Ну, а автоматы приносят. Со временем. Вот, единственное, что... Давайте я отмечу выраженный случай, чтобы иметь представление, что МПУ единица равна бесконечности. То есть, мы можем, скажем, на большой длины построить. Потому что... Это код... Код... Кодинградного повторения. Потом МКК больше равно чем К плюс 1. Ну, это за счет кода резервного, даже по крайней мере. МКК больше равно чем К плюс 1. Все, 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 все. Я не знаю, что... Вот это? Да. У нас есть коды резервного. Да. Поэтому, по крайней мере, вот... По крайней мере, вот... По крайней мере, вот... У нас есть не разница. Есть не хочется, что это разница, но не разница... По крайней мере. Ну, это нижняя граница. Да. В нижней границе мы не знаем, может быть больше. Да. В частности, вот, есть еще... Это в то же время больше всего, чем К плюс 1. К плюс 1, в котором больше одно будет больше, а в котором больше другое. А здесь К плюс 1... Это тоже... Это коды... Ну, то есть, это код проведет... ...дойственное повторение. Ага. Ну, что же у нас? Это... Наверное, для длина. Длина кода. Угу. Наверное, хотелось бы побольше сделать. Длина кода больше. Ну, получается, что... Что бы расширяться все. Ну, по гипотезе. Ага. Если К больше равенчинку, то... То есть, естественно, гипотеза верна, то в теории кодирования все как бы уже решено. Ну, это... Ничего хорошего не осталось просто. Ну... Ничего идеально хорошего. Кай еще в шерпу как? Кай? Кай. Это разметок? А, разметок... Это разметок? А, разметок просто. А, разметок просто. Вот здесь еще просматриваемся, что-то не задумывался, как она получает работа. Как она так простыми подражениями получается, не знаю. Так, это не гипотеза, это паз. Вот это паз. Да, вот это паз. Еще можно с факта добавить, что гипотеза доказана. Ну, вот эта книжка, она с тобой уже устарела, поэтому, конечно, границы могут улучшать, уже улучшились. Но, по крайней мере, доказано 3 ку меньше равной единице и 3 ку меньше равной единице. И написано, что это доказывается при уношей книжной геометрии. Ну, это можно, но это все равно перебор большой улучшает. Перебор большой улучшает. А, нет, я уже понятен. Если это N, то не ограничено. Это доказано, да. Может, любого года, да. То есть... Н все равно не ограничено, что перебирать для этого все улучшаем. Понял. Нет, как бы... Ну, N не ограничено. Где перебирать? Нет. То есть перебирать просто как? Она немножечко хуже. Перебирать просто, что у нас нет ухода... А как перебирать? Для всех... Для всех... Для большого числа. То есть... Что вот... Нет, у нас нет тема ухудшений, поэтому достаточно перебирать... Перебирать, когда... Когда у нас N равняется... Когда у нас N равняется 12. А вот, понятно. Ну вот там перебор большой, хорошо перебор, что она будет. Если там... К м2, 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 м1, м1, м2, м2, м1, м2, 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 м2. Мы должны перебрать всевозможные фактически. Длинное отображение, да? Должны открывать? Ну, длинное – это пространство. Одинное – это пространство. Ну, это пространство. А пространство в 5 степени 11? Ну, это немного. Нет, там пространство. Дело в том, что там же не окажется, что это… Там может быть просто за счет того, что доказательства красивые. Надо смотреть. Может, перебрать и можно, но там доказательства можно. Да, ну, это же было пространство, да. Ну, а что мне стало? Да, я уже посчитал. Ну, как бы классические вопросы и в том, что там где-то можно допустить в слое, там что-то не писать. Значит… Вот как доказать вот это? Так… Исключение… Это красиво. Значит, видите, здесь характеристика два. Нужно… Ну, то есть, да это, что нужно сделать… А, если… Да. Да. Нужно два. Магонек нужно действовать. Нужно взять код вида Соломонта. Значит, при… Значит, если мы вот это докажем, то мы докажем вот это. Да. Так как… Угу. Значит, при карамон трех – это значит, мы имеем кодику на плоскость. Угу. 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 Берем все ее их куточки. Их ку плюс одна. Угу. И в характеристике два докажем, что существует общая… существует точка в ней конец. Угу. Пучок, прямым через которую, это в точности все касательные ко всем точкам эфиры. Сейчас, еще раз. Пучок, который... Берем точку, проходит точка, проходит на всех. Все треугольные, проходящие через эту точку, будут касательными? Да. Ну, не только все прямые, а просто все касательные будут проходить через эту точку. Ну, это то же самое, потому что... Это, как бы, параметризация эфиры. А, ну да. Вот. И нам нужно доказать, что... Нужно доказать, что... Почему минимальное расстояние равняется как до 2, 12, да? Минус размерность, минус 3, плюс 1. То есть, почему и какого? Если это доказать, то мы докажем, что код НДР. Это означает... Это означает, почему... Это то же самое, почему... Как раз с вами у нас такое равное двойке... Почему это максимум... Максимум... Ах, пересеченная с этой коникой, на поиску точка. С этой коникой и с этой точкой. Ну, давайте... Давайте... Я же, шучу, шучу. Я же шучу, шучу. Ах, шучу, шучу, шучу. Я не буду понимать. Я просто писал обделение, обделение минимального стояния. Что это такое? Элита прямая? А, да. Берем ее узкую точку, пересекаем, с этим множеством начнем. А вот там написано С еще какой-то. Объединенная С точка. А, С точка. С это точка, да? С это какой? А, да. И надо доказать, что этот максимум равен Бойке. Потому что 2 это число точек, минус, например, число точек, минус, гипотетическое минимальное стояние. Максимум чего? Максим прямым. Максимум числа. С числом. Числа точек пересечения этой прямой в куточек, вот это с точками комики и с точкой куточек. А, Элит всегда прямой прибегает, тут 2, просто все прямые у куточек. Ну, там просто, ну, не понятно, все 2. Ну, это действительно равняется 2. Почему? Потому что, ну, как минимум 2 это понятно, но и раньше было понятно, берем такую прямую, да? Но, казалось бы, давайте возьмем прямую, находящуюся через эту точку. Но она обязательно касается, поэтому мы не получим 3 точки в связи сречения. А вот, получается, вот это сейчас, я так и салон был. Как вы уходы, кажется, салон? Ну, вот это все характеристики 2. Только в характеристики 2 сделано, что... Как? Ну, это как? Ну... Я же просто надеваю, это... Характически 2. Почему это сейчас существует? Да, любой кончик, да? Ну, у нас ровно 1 кончика всегда. Да, в характеристики 2. А, ну да, она всегда одна, да. Да, кончика всегда одна. Угу. Ну, да, и... Ну, в общем... Ну, в общем... Ну, если вы того закажете, то это любую будет, это... Да, 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 да. Так, в характеристики фаб конечных денег нет. Вот чёрт. Ну, хорошо, а можно это взять простое благо. Да. Ну, поэтому можно готовить моторочки, что ли? Я всё не понял. Честно. А вы... Этим факт без кривых нельзя доказать никогда, а? Вот это... Ну, ты имеешь в виду, чтобы взять алипок какой-то и достигнуть вот это? Да, да, да. Немного друг... Вот именно... Предположим, мы как бы не знаем про разные коды, а просто по всему линейному. Перебираем. Факт доказать, что вот... Ну, вот исключение вот это. Ну, это проявольное кум. А это, ну, здесь перебирать не получится. Не, не перебирать, а доказать, допустим, просто, ну, определить, ну, алгоритм, что они... Ну, магнитический, как вот, как строят линейный код. То есть, не определил. Дима, ну, мы сочним давайте так просто, что можно увидеть. Ну, вот, пусть это два. Значит, плоскость там, что четыре точки. Да. Активная, это девять, да. Куника, ну, тоже там... Получается... Два, а там будет три точки. Нет, там будет... Да, девять, да, четыре, девять. Ну, неважно. Куника тоже там. Куники там, две или три точки. Тоже все легко. А в огне катать на то же там. Ну, да. Ну, да. Ну, вот. Первый приказывается. Ну, а дальше... Как дальше приказывать? А дальше... Ну, круче того, кто будет? Нет, подождите. Ну, там можно... Нет, подождите. Ну, там можно... Ну, в случае расширения по индукции. Как это? Ну, это не надо. Ну, ладно. Я же кажется, что вопрос за сомневаривание, то в любом случае сложно доказываться. Угу. Ну, возможно, постевая. Да, ну... Я просто... Я просто... Это... Я хочу перейти... Я хочу перейти... Нет, не надо... Здесь полиэтильные системы вообще. Вот именно так. Вот именно так. Вот именно... Есть так. Вот есть антогрид Лешаков. Тут по нашему алгоритму. В церковной традиции рассказывал. Ну, да. А что еще раз? А потом я даже не знаю, что есть соответствие между кодами и полиэтильными системами. А вот я вообще знаю, что такое подпространство. Линейное подпространство, что код – это подпространство. Ага. И вот я хочу просто... У меня дано куб. Пусть оно поле характеристики два. Ну, у нас... Мы знаем вырастающую матрус кодами до Соломона. Ага. Ведем... Там добавят просто еще... Там... Столбец или Столбул. Еще один столбец. Соответствующий этой точке. Просто по координат этой точке добавить. Сейчас, если мы добавим... Я просто... Это можно все явно в уравнение вытасать. И как бы там будет явно параметры координат этой точки. Понятно. Понятно. Так, а вот здесь я... Ну, что увеличил? Вы увеличивали... Длину. Это увеличили на Е. Минимальное время на... И важно доказать, что они изменятся. Ну, у меня имеется... Скорость... Такая же. Такая же. Значит, есть... Значит, рассмотрим... Кривую вообще по разограммированию. Есть... Неравенство... Эээ... Неравенство... Эээ... 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 Неравенство... Эээ... 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 Неравенство ха-сээ... Эээ... 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 Если Q есть вид такой, то корень из Q извлекается, корень из Q извлекается на правильных числа. И у нас есть правильство. Если Q извлекается, то Q извлекается на максимальный Q. В смысле, другое – минимальный Q. А я объясню, почему у нас Q извлекается на максимальный Q. У нас было конструктивное минимальное расстояние, конструктивные размеры. Которые в сумме добавили N минус G плюс 1. И настоящее минимальное расстояние и размерность от входа в сумме ограничено снизу вот этим значимым. Значит, мы видим, что чем больше N при заданном G, тем вход будет получаться лучше. Потому что либо минимальное расстояние будет расти, то есть мы будем исправлять большие ошибки, либо N будет расти, то есть скорость будет увеличена. Ну да. Но важно, чтобы здесь как бы G становится увеличенным. Поэтому нас интересуют Q. Число точек, которые достигают максимум, тогда оно G. Ну понятно, что он, да. Что если G растет, то все равно он такой. Волоз. Значит, Примеры максимальных кривых это G выгодно, чем G выгодно. Выгодно рассматривать кривые или максимальные кривые? Да, максимальные кривые в больших разах. Просто это G выгодно, но если рассматривать не максимальные, то конечно выгодно. Да. Это же самое главное. А вот я бы что-то не могу представить. А вот эти Q точки, это вот на самом поле, на поле, на ДВК не имеется. На ДВК не имеется. На ДВК не бесконечно. Вот здесь просто я и поэтому, что я и не имею в виду с вами все, что нужны. Угу. Вот. Значит, ну примеры, очевидно, это P1, что у него G равный люк. Число точек равняется Q плюс один. Ну вот, потому что здесь, ну как нам. Число. Это жиран у него люк? Угу. А она кривая. Она именно стимульная или не мульная? Да. Значит, для жиран у него есть. И в частности вот этот кривый, который я читал, в квадрате плюс один метр, но они стерили все такие кривые максимальные. Ну да, конечно, есть. Видно, что плюс один. Ну да. Там, 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 там. Ага. Секундочку. А, значит, есть так называемые коды кривые виды. Они имеют такой вид. Да. А, да. А, картина. А, да. А, да. А, да. В этом мире еще это можно записать как х на х отреженной, на прогрессе. То есть это х, пик на р, и есть. Ага. Вот. То есть, как бы. Копически эту кривую осматривает внешний отряд, поэтому... Эту кривую можно переписать в другом виде. Можно с помощью такого преобразования не вырожденного, как он несложно проверить. Эту кривую точку обозначаете в том офис форме. Да. Где A и B вместе с полиой Q, A в степени R плюс A, вместе B в степени R плюс 1, у меня есть и минус 1. Это как бы не линейное преобразование, но... Так, и что мы даем сейчас? Да. И оно дает такое равнение... В степени R плюс V равняется У степени R плюс 1. Т.е. это как бы преобразование равным чему-то там 2... Т.е. в степени R плюс 1, да? Нет, вижу, вижу, все правильно. Извините, я уже не любил что там. Да. Да. Вот, значит, такие равны существуют, потому что это след и эта норма как известно, а не сурективно, в случае конечных прибыли. Угу. И... И... Давай... Теперь можем посчитать число и число и куточек. Только переводим. Как бы вот он подсчитается. Т.е. в степени Р. Я думаю, что я должен был хрустить... Т.е. в степени Р. Угу. В хуже сейчас... Т.е. Ну, понятно, что я должен быть расписанным, но я стану почему... Т.е. Ответ будет R плюс 1. Т.е. А, R плюс 1. Т.е. 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 Потому что, смотрите, это равно... Берем, фиксируем элемент поля FPU, в качестве FPU. Это норма, поэтому ангел образа лежат в FF. Но мы знаем, что все все любители. И все его провода залежат в FPU. И их ровно вверх, все неразличны. Поэтому для каждого фиксированного у их у нас F2. У нас есть R провода. Поэтому F2 умножается на R. Мы получаем R3, а сильных точек. Но у нас еще ровно одна бесконечно удаленная точка. Когда заболеваем 0, здесь будет 0. То есть уровень 0. И V получается равно 1. То есть у нас точка 1 0. И, в частности, как было правильно замечено, когда R1 будет, мы получаем вот это уравнение. Это всегда максимально будет прививать, да? В частности посмотрим. Потому что число точек столько. Рост считается легко. Есть, значит, теорема Плюкера, либо это просто формула присохнения для подвала. Оно утверждает, что если у нас есть кривая, не особая плоская кривая, то не особо не бывает другима. Рост равен кривой степени R, степени D. D на D минус 1 на D минус 2. А, D минус 2. Значит, когда у нас D равен R плюс 1, плюс R на R минус 1 на R минус 1 на R минус 2. То есть, то есть, то есть, точек лишнее... Нет, правильно. А, R квадрат тоже где-то. И это равняется... Докумаем по другим... Q плюс 1 плюс... Ну, надо плюс, вспомнить, что R квадрат или нет? Ну да, правильно, то есть... Получается R квадрат... R квадрат плюс R квадрат плюс 1, собственно. Потому что эркода Включается? Да Ну и так это устанавливается Эм Значит Т.е. его армита Да Т.е. получили Да, ну красиво Т.е. мы тебе подготовили Т.е. просто Что всегда здесь можно угостить Т.е. просто строят коды на кривой месте На другие А ты Бургонная просто Ну Да Так сейчас в принципе и считается Что В принципе Как бы До чего люди дошли Что Строят беремовые коды Как сказать Чаще всего пытаются Раскладывать на кодах армита Но Нет, есть же просто и другие Максимальные Поэтому Ну Сейчас А по поводу На сколько мы в Симгроку Но близко подходим Ну Сейчас Ну Сейчас Ну Я сейчас хотел бы обсуждать Да 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 С этой точки Да 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 Я сейчас Все равно там все Нет Сейчас я скажу вам Сейчас я скажу Сейчас я что-то поделюсь кое-чем Смотрите Смотрите Также есть понятие Субэмитовый привод 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 называется Субэмитовый Если Существует накрытие Субэмитовый Чисто Несепарабельного Чисто Несепарабельного Несепарабельный В одномерном случае Это только Афра-генюс Афра-генюс Составляет нас У нас на той же самой кривой, поэтому... И примечательно, что, значит, такое лимма, не знаю, лимма, теоремма, что если убьет с собой мысль, то оно максимально. Докладательство, я только прокомментирую, оно заключается в том, что максимальность приводит к тому, что, значит, с каждой кривой можно создать ее икобиан. На икобиане, с каждым отбором многообразия, в частности, икобиана, можно связать действия пробениуса на модели трейса. Вот, я напомню, что это он был. Ну... Да-да-да-да, вы мне рассказывали. Да, ну, я просто хочу понять. Ну, поклоняло город, да, что ли. Ну, это вы берете, фиксируете этот, изначально простой, изначально характеристики, пробегаетесь по подгруппам и включения. Да-да-да. Берете предел, а получаете там модуль над кольцом целокалитических чинок. Все-все-все-все, да. И там на нем действует пробенье. В этом случае. Да-да-да. С ним можно связать характеристическим нагрешением. Угу. И его корни это называют числами вейдов. Да-да-да. Ага. Так вот, максимальная ситуация к тому, что числами вейдов равны минус кольцам. И когда есть накрытие, когда есть накрытие, и... Сейчас только там. В одном месте должно быть аж. В обратной стороне. В обратной стороне, да. Но известно, что... А, ну да, в обратной, что ты накрытируешь. Да-да. Я помню, да. Право выбрать за другого. Да-да-да. И известно, что если одно объявленное выбрать за космос другое, то каратистическим нагрешен одного, или каратистическим нагрешен другого. Да-да. Ну... Аккуратят все корни давну минус кольцам. Да-да. Минус кольцаминску. То и следят на спорте таким же. Да-да. И что? А что? И... Ага, максимальная ситуация. Ага. Максимальная ситуация. Да-да. Да-да. То есть, совсем не считая точки. Я думал, что это более наглядный. Вроде смешно. Да нет. Вроде бы он более-менее все это. Ну, еще жалко используется максимальная ситуация. Не очень щеленькая. Мне кажется, что это совсем не должно быть. Волгопия. А что? Ну, нет. Ну, просто сказать. Значит... Что-то суберметровость, наверное, поэтому, да? Ну, суберметровость... А, нет, на крыльке. На крыльке. Это очень индивидуальное предложение. Ага. Очень подратное, на крыльке. На крыльке все это в поле конечного действия. Ну, так это очень индивидуально. Вот. И долгое время считалось... Была такая гипотеза, что... ...каждая максимальная крылька, что вы бы суберметра. Ну, вот, например, поединку сегодня не стало очевидно. Потому что, у нас всегда есть конкретная поединка. Вы просто берёте любую функцию, она отображается в один, а там где-то не определена, она отображается в бесконечном определенном точке. Вы берёте любую непостоянную функцию. Я не пытался это со всеми моментами, потому что людей софобили свою машину. Ну, может, это не так-то реально. Вот. Сама Леонидова прививается, и будет Леонидова, очевидно, тождественное отображение. Вот. И долго люди не могли придумать этот пример. И потом, и даже в этой книге, она раньше была написана, всё-таки будет вот так и отставать, сформулирована. Но потом будет был найден пример. Давайте я вам просто выпишу. Он не совсем очевидный, но непонятно, как он изначально. Это, например, кривой в пространстве трёхмерном. Он взрослый с такими двумя оборудованиями. Это вот пример субболитровый? Это как раз пример максимальный, не качественный субболитровый. Да, то есть кривая, которая гипотеза повезла. А, допустим, была шоксира. Терема максимальный вес субболитровый. Ну, это только просто вот. Это, значит, такие два человека. Джульди и Рочмар. Ну, добавление вверх, ну, вот, забираем. И это, по-моему, вот, не просмотрел, но что-то у нас ещё десятого года. Ничего себе. То есть это было вообще. Ну, эта книжка была написана раньше. Это резиновый, по-моему. Нет, она выйдет, выйдет, выйдет. Ну, она передавалась. А, передавалась. Вот, второе, она передавалась через миллионулевых. Нет, она будет, да. Ну, она в 90-х, вначале, но в данном виде, конечно. Да. Вообще-то, кажется, это просто вещь не интересна будет. Второе, равнение cn плюс t. А, что, дурачка, что-то? Сейчас нарушу, cnx равняется yn плюс 1. То есть, ты напоминаю тригуэрми, ты напоминаю. А это что такое? Ну, это вопрос. Четыре переменных. А, четыре переменных. Да. Четыре переменных. Ну, это не пуская. Это кривая копейница. Поэтому четыре переменных. А для пуских? А вот, не знаю. Не знаю. Не знаю. То есть, докосы, может быть, и правильные? Может быть, и правильные, да. Я только сказал, как могу видеть более глубокую статью. Четыре, а мы откуда требуем только, чтобы оно было квадратным, какого-то, это это простое? Нет, да. Какое? Какое? То есть, вы не хотите себе два не требовать, да? Не требую. А, понятно. Вот, значит, при таких позначениях, когда... Я бы вообще ничего не требовала, просто... Ну, так когда я больше восьми... Это точно восьми. А, у меня есть костюмы, у меня есть последствия. Да. Да. Когда я больше восьми, то... Икс не субермитова. Когда я равно с вами икс субермитова. Там, я уже устрою на открытии. Ну, я уже восьми, то есть, теперь аж равно и демит, то я должен быть. То есть, я, наверное, большой брать, 27, так допустим. И... 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 И как бы... Здесь х... Я не написал, что х... Это колоненизация. А х от х поменяется... Сумма... И от нуля до n... Минус один... И от плюс один... Э... 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 Вот. Ну... Здесь, конечно, не очевидно, как считать рот. Как считать... Э... Э... Да. Поэтому... Там есть только неравенство к остальному. Но оно, во-первых, не достигает на этой кривой. Я смотрел. И... И... Я тут только неравенство. Ну... Все равно что-то известно. А чему нравится? Что сказать на кривую? Ну... Для этого кривую нравится. Ну... Есть... Да. Я думаю, что они вам что-то скажут. Дизельный. Вот. Что-ли? Нет. 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 Сейчас выходит много садей, совещанных с другим кривым. Не... Не с удовольствием максимально. Но это вот было первое. Э... 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 Значит... Ну, по-моему, нам сейчас кто-то понадобится... Эм... Значит... Сейчас я снимал. Я слышал. Э... 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 Эк outputsь н куби... Т же время... Эк 쿠ки, например, это вот кожу. То есть, мы начали... Н выбираем, да? Заним ok все строят. А-а-а,� kindergarten... Выбираем миллионов заж Re... Ш. А, я й... m... Воспешку. Ирак, да. Да. Той получается. Да, наверное, не клятый. Когда пора будет, а сам не единица. Ну, тогда... Ну, а куда ты имеешь? Да, да, куда. Уровно все четыре получается. Да. Да, пришло это. Угу, с четыре, да. Угу, конечно. Я не знаю. Вот, но есть такой факт, что... А, нет, не годится. Не годится вот эта времена, потому что... А то от супермитра получилась. Ещё больше, наверное. Но, наверное, больше восьми. Да. Я считаю, просто не придумываю. Вот, как-то таки, при Р равно восьми, есть так называемый классик от Ленина. Я вот не знаю, может быть, открываем, в данном случае. Она имеет такой линт. Ну, по ее восьми, да? Да. Я сейчас дома посмотрю. И довольно-таки упражнение, которое доказать, что это левая максимальная. А вы тут не ездите? Понятно, это левая, да? Это левая, да. Это левая, да. Ну, это левая. Это левая, да. Она максимальная. Это левая. Он, наверное, взрослый восьми, в 64. Причём, надо это было заправить и построить на открытии. Потому что это первое, субминец. Ну, я на третьем курсе это пытался сделать. Но тогда я, в общем, неправильно понимал, что такое открытия, я не рассматривал на разных картинных картах. Мне... Я просто всегда получал три нуля в какой-то точке, забывая о том, что нужно просто выбирать на другой представитель. Сейчас, это иртемистическая... Нет, это иртемистика. Четвертая степень. А, ну это... Борога че не проявляет? Это один, это уже... Да. Да. Четвертая степень. А, ну да, четвертая, конечно, четвертая. А... Хорошие коды? Да. Да. Значит, эээ... Да, давайте... И на закуску, на закуску... Эээ... Сколько тебе рассмотреть кривую термату? В каком случае аналог термата? Четвертая термата? Четвертая термата, да. Кривая термата, когда у тебя не просто плюс один, а сколько-то произвольное М, которое не делится на карте личности. Иначе кривая не приведена. Угу. 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 А вот мы ее посчитаем, число точек, да, мы посчитаем число точек. Ну, кривая не особо, да? Ага. Ровно это просто буду там в виде степени Линксерин quarters М и так далее. Это, если не, то это все координатные. Угу. когда оно вывисало? тогда да, только когда оно вывисало тогда только тогда, когда R-1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 когда m делит r плюс 1 мы можем построить закрытие а r это опять r это опять корень квадратный в честности, r мы не знаем, что происходит да, в честности, кривая, самая кривая значит, у нас есть такое накрытие значит, h на sm почему ж мы, потому что когда мы поставим, у нас sm-ки как разякты и это понятно и это понятно, что это что оно не серективное потому что это не константно и просто поэтому если вот это то мы это получаем а вот в обратную сторону что на тебя там звучать не будет максимально, это уже да нет, это достаточно да хотя бы, естественно, скорая но ну, это просто но в обратную сторону не знаю как точки не посчитаешь мне кажется да, вот так это не просто он просто посчитает точки я на самом деле говорю, что в менте случаев их можно их можно посчитать но вот в этом вы мне показали как он оказывает что можно рассматривать во-первых такие вообще кривые рассматривают свет моря и да но заработает только больше расширение они там иногда иногда нет вот так хочется сказать совет что если их максимально то в если минус 1 на 2 причём даже можно точнее в этот то их либо тревая рычка или ее рычка меньше или равен чем Р минус 1 в квадрате на 4. Примерно схема такая, что доказывается, что есть такая общая граница, что это R минус 1 на 2, в частности, на кривых армитах мы ее достигаем. А если выкинули то, то есть? Значит, разница получается только лишь на кривых армитах, а в промежутке мы не получим оптимальную тревогу, потому что... ...скажу... ...потому что... ...восьба доказывать, что тогда она обязательно будет субурмитовой... ...если ее в промежутке лежит, но здесь все равно оптимальную... Нет, но если это доказать, то, наверное, то отсек всего можно разрублить, потому что не знает. Нет, там показывается, вроде... ...вроде... Ага, сейчас, там показывает сейчас... Что получается противоречия? ...все базовое движение на кривых армитах, то, что скажем, что кажется максимально... ...сообразимым. Вот известный, понимаешь, что это очень-очень понятно. ...эй-эй-эй... ...выбыно показывают, что если, если разница превала максимальная, ее будет в промежутке... то она с собой видна, а из этого следует, что как получатся противоречия. У нас не формула горлится, и по формуле горлится, там накладывается нерадостно, и мы приходим в противоречие. Да, что более понедленно, понятно. Но человек понедленно, абсолютно не ясно. Почему это накрытие? А, ну, может быть, если... Нет, я не понимаю. Затем делить, что ли? Рот должен. Просто. Потому что это не говорило, как работа. Почему она будет? Супер митера? Почему, если рот не нужно, почему это будет накрытие? Если будет круто. Ну, не рот должен удивить, но там, как бы, какое-то соотношение должно быть. Ну да. Вот. И поэтому не так жидкий, как его персонажи выполняет. Да, соотношение. Между родами, как бы... Вы не открывали, мы не накрывающие. Нет. Обычно, что субер митера. А на субер митера вы не понимаете. Здесь написано вот, что если парилась максимально, то вот то, что я дам, паром, наверное, и вот так он терментирует. Угу. Он пишет, что, видите, в таком промежутке не может накрываться. По полному не будет. А. Но... Какое, кстати, оно субер митера? Такое, наоборот, это не скрытывается. Потому что максимально это для этого... Это для автоматики, да? Это для автоматики, да? Вон. Мне кажется, что там... Это для автоматики, да? Вон. Мне кажется, что там... Жуткие, то обязательно субер митера. А, ну тогда все. Нет, да. Тогда нет. Я вообще не понимаю. Ладно. Мы все взимали. Да. Мы все взималили. Все взималили. Все взималили. Все взималили. Все взималили. Знаете, эта граница опять же достигает. И... Вот. Ну, в принципе, то, что с максимальными темами... Я скрылась. Таким. Там вот у нас все взрывы в рукове, конечно. Да. Только у нас по времени. Сейчас по времени мне кажется делать прикинь. Свет, что ли. Что-то. Что-то. Свет-3. Угу. А... Ну, а сингл-то нас судим. Мне кажется, вряд ли он кому-то интересно, если сюда приходят имена. Что-что именно? Ну, знаете, кривы к сингл-то. Ну, как близко мы к нему подходим. Ну, да, насколько хороши плоды? Ну... Да. Там интересно, конечно. Другие, наверное, тоже было интересно послушать. То есть, как бы, подходим ли мы к границе хинга, устремляя до бесконечности рот? Ну, и, по-моему, те же основания очень маленькие, кривые, как бы, подходим ли мы к границе хинга? Угу. Я могу вот когда сейчас, блин, наверное, закрыть это? Угу. Сами страшно, если людей не узнают. Угу. Угу. Я просто уже дома посадил, помню, что забыл. Угу. 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 Ну, границы Хевминга и Грайфера. Я это не помню. Ну, в принципе, могу еще рассказать про границы Грайфера. Ну, давай отсюда. Да, я могу взять политические плоды, как сказать, стараться Грайфер. Здесь вот такая пространственная ремка, которая причетствует Грайфер. Значит, это общая ремность и теория Грайфер группы. Если А ставит Грайфер группа, то порядка Н. Если Н нечестная, то сумма по всем точкам Грайфер группа, сумма по всем точкам Грайфер группы, это либо само Аж, либо, ну, понятно, что это само Аж, либо Аж без любого элемента. Ну, это, ну, я сейчас просто там, чтобы было... Ну, понятно, это просто вообще-то неприятно. Да, это регально, но... Если... Потом отметь элемент от второго порядка. Да. А если они черные, то... Знаешь, что нет? Ну, это, собственно, от этого элемента от второго порядка, что нет, или что? Ну, что будет... Здесь, ну, мы не всегда разными. Нужно подвигаться по такому подможеству, которое... Которое, либо всё wage, либо без нуля... Либо существует элемент 2-го порядка, без которого уже это будет... Элемент 2-го порядка только один, да? Нет, их может быть много, но если мы выкинем один, то все сразу же шоу. Да. Да. Просто... Ну, понятно, что... Будет обрабатываться только половина 2-го порядка. Значит, абсолютно нет смысла получается. Да. Значит, если у нас все элементы 2-го порядка, я его показываю на 2, то есть, если он один тривиальный... То есть, это же 0-е 0. В таком случае, понятно, что сумма будет не нулевая, а нужно на что-то выкидывать. Это... Ты написал, что эти 1-е... А если больше, то... Э... 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 Эта 1-я группа... Э... 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 Эта множество у тебя чёртное. Да. Оно у тебя чёртное, что мы... Э... 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 Эта монетия чёртная... Это чёртная чёртная. Что Myrta бывает не приносит. Можно я причинила как 구plic Porto. И на каждой базе, всего вектор продукты, будет насчётный человек, чтобы собрать больше двух. Да. Вот, и когда это все применяется, напомню, что на СП-точке или СП-токривой образует группу А-белевых. И теорема, что если N-большой точек или СП-токривой, если N нечестное, то существует квадет самодвольственный код с параметрами N-1, 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 N-2. Но здесь либо так, либо плюс один. Здесь всегда так будет. То есть это сингл, публика по Си? Да. Но при этом он упал на самодвольство. Если N-щестное, то есть два возможностей, то существует квадет самодвольственное, так будет. Кратце. А Q и N со отношением ремнили не во время? Q и N? Это прямо в число точек. В число точек, да. Понятно. Но оно ограничено. Оно предыдущие, понятно, но... Понятно, да. Оно ограничено в таком же салоне. Вот, поэтому появится хат. Да. Значит, либо такой, который самодвольственный код, либо существует вот такой. N-1, N-2, N-1, N-2, N-1, 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 N-1. А если Q чётные, то существует отличие из самодвольственного. Это всегда так. Q чётные, а у нас в кваде самодвольственного всегда можно делать самодвольственное. Как это показывается, например, если я нечётное, то... Значит, у нас два лима происходят самодвольственные обиходы. Ну... Сейчас... Ну, не знаю. Вы слышите, если мне идёт? Один с половиной, что ли? Ну, с половиной могу, но... Давай я выпишу нас в случае физических кривых всё-таки. В случае физических кривых у нас... Мы доказывали такую теорему, что... который в случае физических кривых имеет такой бит. М больше... М больше... Большему взялу... Что же... Ну, да. Это же N-1. N-1, да. Значит... А... У нас равно N-2. Так, А это у нас количество точек в дивизорах. А это степень дивизора. Либо, в случае элитических кривой, это то самое, что размерность коза. И потом, козла элитической кривой равен 0. Поэтому нам нужны наши условия, что ВВП, как директор, то есть сумма стрельточек, был 2D, был и творился на 2D, то есть делился на 2. И тогда утверждалось, что M в уровне пола с областным козом. Существует пола с областным козом. Существует пола с областным козом. Как раз с такими параметрами. М в уровне пола с областным козом. Да, но мы даже задали. Причем, да, теоретически, а для других, да. Да, единственное, что я могу эту тюрьму применить. Единственная проблема, нам нужно подгравить под П, чтобы оно делилось развалом. На элитической кривой мы знаем такую мему, что П в точке, значит, мы знаем такую мему, что П эквивалентно 2D, да, это тогда, когда сумма всех точек в группе равняется, ну, 2, так же 2 суммы, ну, вот, как будем написать. Раз, так напишу. Есть только у вас какие варианты. То есть, таким образом я пишу, что мы все точки пробегаемся по дивизору и суммируем все точки в группе. Я, мол, так же единственное. А тут 2, а что ли? Ну, нам нужно вот это. Да, да, да. И это недостаточно. И в сравнении степень П, как степень дивизора, то есть в нашем случае это М, да? Важен точек. Надо попадать на D степенью D. То есть нам нужно уметь найти такой дивизор D, что выполнять эти два суммирования. Ага. То есть как-то удивительно, что обычное суммирование с коэтицентрами D связано с суммированием кривой точек. Ну, вот так, да. Ну, это какой факт? Теорию. Теорию. Вот. И то есть нам нужно какое-нибудь реальное утверждение. Нам нужно просто D, надо ли открыть такой дивизор D, чтобы эти голосовые выполнили. Да? Да. Ну, и D должен быть... Ну, да. Да. Понятно. Вот это, собственно, условие, вот это, A равное на 2. Угу. Как воспользоваться этой левой? Если я нечетная, то... Значит, мы можем пробежаться по всем тем точкам. Кривой. По всем. Даже нужно выкинуть бесконечно удаленно. Да? Да. И выкинуть 0. Тогда в качестве D, в качестве D я просто наберу N на 2, по степени у них как нужно, но при этом, значит, за счет этой вермы, мы как раз и получим, что сумма всех точек равно нулю станет на множество. Да. Да, очень хорошо. Да. Если же это нечетная, то чуть важнее. Если я нечетная, то... предположим... Дай предполагать рабочее, когда вот этот случай, да? В таком случае... в качестве D мы должны взять... В таком случае мы предыдуем наш 0, да? Ну, в качестве D нужно взять, ну, видимо, так же, да? Ну, как же, нужно так же взять N на 2, Два наклонки, как я поняла. Ну, только рамка нам в случае вот как нужно. Да, 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 да. Ну, и... Выполняется. Да, и в общем случае, когда я больше рамка в кольке, мы кольку еще не выбрасываем. Ну, также удваиваем. Да, поэтому все хорошо. Сейчас, а вот это условие в общем случае мы выкидываем только ноль? Мы всегда выкидываем ноль, чтобы взять D такой. Нам нужно, чтобы на стиле визора не перетекалось с точками. Сейчас, когда у нас P будет нечетного порядка. Ну, в смысле, конечно, у меня этот P будет нечетное. Если мы только в бесконечность выкинем. Да, поэтому... Сейчас. Если ноль счетное, то... Может, как раз что-то вычислить? А, это n-1, да. В таком случае... Сделаем счетное, то... Эм... 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 Тогда мы должны брать обязательно все точки. Вот, то есть мы его не можем выбрать. А, это... Ага. Но в таком случае мы должны, в качестве дивизора брать... Сейчас скажу... Какой-нибудь дивизор не из этих точек. То есть он будет состоять из попрежденных точек? Ага. Можно брать? Вот, я думаю, мы всегда берем... Нет, мы берем его под дивизор. Как? Такой вариант, она прогринется. Но... А, он вот не обязательно истулирует. Да, да. Всегда не... Ну, сейчас, если вот так делается, то не обязательно. А, ну, понятно. Ну, вот вопрос, почему сейчас такой найдется, да? Эм... То есть у него все... Нам нужно найти дивизор с такими условиями, чтобы степень D Оспоздало C, . Эм, . И... Ну, вот я, собственно, переписываю их. Сумма по всем. Да. Да. Так, да. Ну, да. Ну, там... ...важно. Ну, это важно. Ну, почему важно. Потому что, ну как, потому что у тебя точно порядка два будет. А, понятно, все, я понял. Это... Да, мы сейчас находимся на аналитической кривой, поэтому... Вот если этот случай, то обязательно равно и равно будет. Это такой факт теоретических кривых, у тебя точки порядка два, это только корни? Ну, понятно. Да, да, да. Да, да, да. Значит, у нас R равно 2, а и, значит, сколько у нас элементов порядка два? Значит, четыре. Четыре. Значит, у нас это D2 и D2, это... Ну, я считаю, много. Да. Точки включения порядка. Точки порядка два. И... Они все есть куточки у нас. То есть они лежат. Ну, они лежат, но они даже работают все их куточки. Угу. То есть они расширены. И... И... И тогда мы не можем брать PSTP, E, если они ошибаются. А что они могут... Это когда-то тема можно, в PSTP сделать. Мы с PSTP должны брать... Мы никуда не денемся, мы должны брать стильскую точку. Потому что теорема так утверждается. Да, да, да. Да, все. У нас другого выбора нет. Откуда это пополамутый точек? Эээ... Вот надо использовать это из расширения. Эээ... Значит, эти точки... Ммм... Точки как минимум порядка три будут. А в чем только три? Как минимум три. Ну, два. У нас какую точку? А, давайте там точку. Ну, значит, три или больше. И сумма их норма должна быть. Да. Я не знаю, как режим у нас не меняется. То есть, какой директор должен. Ага. Эээ... Пополит... Вести одну точку, так же идти. Но... Ооо... Нейте одну точку так же идти. Мне кажется, что здесь, не знаю, может быть в такой постановке, но если рассматривать обобщенные обыкозы, тогда мы допускаем и продолжаем. Если мы продолжим на точке пересечения, то есть, если мы возьмем, как мы выберем на 2 пол, если мы тогда продолжим, то мы как-то получим. А, ну, то есть, это может быть так. Если в такой обстановке можно не решить. Ну, да, что-то я просмотрел, думал, как-то здесь очевидно. То есть, очень часто способен наложить, как-то здесь сразу. И может быть такая, что хорошие коды при этом Существуют хорошие самодольственные коды, которые были получены при помощи физических кодов. То есть, это не обязательно сами физические, потому что они эквивалентные. Ну, они эквивалентные. Хотя, ну, сами физические коды, конечно. Да. Но... Сами физические коды, но... Ну, это не обязательно, они имеют такой лифт. Если там в коммунике, то есть эта теорема, мы там осматривали коды, там просто еще координаты домножаются на некоторые значения. Поэтому... Изначально берется такой, такой дивизор, да? Но коорд, если вы относитесь к коорд, там будет координат к другому дивизору. И его... Честно, все не увидите, сейчас я понимаю. То есть, не по вот этому тестеру, не по вот этому. Да. Теоремы там, ну, да, там все-таки... А, интересно, что это... Как мы ее доказывали, там еще возникала форма. Да, да, да. Через форму. И вот ее вычеты в этой форме, они добавили эквивалентный код. То есть, ты вспомнишь? Да, да. Если мне это очень полезно. Поэтому там дивизор другой должен быть, насколько я понимаю. Если именно формально относится к координат, то да. Но... Ага. 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 Хотя, не знаю. Мы же осматриваем к варе самодвойственной все-таки. Да. Я думаю, что все-таки можно. Такой дивизор можно. Если работать, если говорить про двойственность, то там уже там уже да. Включить надо его. А вот когда самодвойственность, то думаю, что ее будет достаточно. Угу. Ага. Ага. Сейчас. Да. И это почти МД-код. Да. Здесь либо радость, либо на единичку больше. То есть, на единичку больше, то это будет МД-код. Сейчас, а на единичку больше где-то есть, что ли? У нас в каком-то случае это нечетное, что ли? Ааа. Нет, смотри. Во всех этих трех случаях это у тебя просто разница. Да. Да. И если... Не факт. Может быть, это... Ну да, 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 да. Это не гарантированно. МД-код гарантированно почти МД. Ну да. Но насколько мы знаем все левые костыкации, что МД-код будет только выроса не бывает. Поэтому... Легу 6-3-4, наверное, все. Так вот... Ну... Да? 6-3-4. Но он подходит пока, наверное, для этих числах. А, нет, не подходит. Нет, почему бы, да. 6-3-4. Ну а что N у нас четное, то вот N, N пополам и больше N пополам. Да. Вот... Ну... Я думаю, что мы перейдем как раз к использованию аппарата . Я его рассказал уже, я его напомню. И мы докладем какую-нибудь теорему уже, как именно по адекозам, как этот аппарат поменять. Вот так. Так, а у нас границы вот Грайфмера или вот... Я посмотрел его, и где-нибудь еще там будут? Баталлиги, там, ла... Ну, я подробно вперед расслаблюсь все-таки. Это не... Это не... Это не горы. Это не горы. А вот то, что вот там подходим... Там вот, собственно, уже... Там есть граница с пластмоном. Да-да-да. Подстраиваться будем? Вообще хотелось бы, да. Вот. Я посмотрю. Потому что это важно. Я, честно говоря, сам это плохо знаю. Как раз пить поздно забрать. Да-да-да-да. Просто, собственно, это... Почему адекозы эти... Важные обязательства? То есть... Важные альбомы. Я тебе как много важно говорю, почему они важные. А ведь это и не важно. Ну, типа, с помощью них можно строить, фактически, хорошее коды. Ну, это райплэрхитку. Не-не, я и говорю вот так. Но... Именно... А у них популярность, так сказать, там, границу, по-моему. Ну... Ну, да. Там просто проблема конструктивности. Как это все конструктивно проделать. А, то есть там... То, что... Существование, то просто есть. Да. Но у них как-то... Как доказать эти явные конструкции? Да. Ну, явные конструкции проявляют. Все больше... Все... Скажем, будем все более явные и явные, но... Они не настолько, насколько я знаю, явные, как вот, например, здесь. Конкретно, что явился дизозор. Понятно. Понятно. Ну, то есть, первый райплэрхитку, типа, проявляют существование. Типа, горячим алгоритм, что вот он есть. Я не помню, что он доказывает. Вот. А еще такой вопрос. Для АГ-кодов... Какие же хоть алгоритмы декодирования, использующие вот... Ну, клевые, собственно, и вот... Девять это строение вообще как-нибудь? Есть алгоритм, что вот... Делай то-то, там, веди дизозор, что-нибудь с ним делай? Ну, алгоритмы есть. Я это, конечно, тоже плохо знаю. Но я пытался как-то искать алгоритм, использующий сложение точек. Да. Вот на эту тему вообще ничего нет. Это было бы интересно. То есть, если бы это было... Да. Потому что есть очень много таких быстрых алгоритмов, вычислить точку. Вычислить сложения. И в связи с криптографией их люди напридумывали. Но... Это было бы очень такое исключение. Да. Мне кажется, что это можно было... Если бы так... Если бы так научились бы делать, то это можно было бы и до Соломона как-то декоды обходить. То есть, конечно... Там, как бы, поля нужно брать больше, да? Чтобы длина была примерно та же. Ну, да-да-да. И... Если бы как-то умели бы применять сумму... Потому что на С1 у нас как бы... У нас тоже есть групповая операция, да? Ну, то есть... Просто... Ну, можно считать, что мультипликативная структура поля, да? Угу. Но от чего-то, что поля больше, может быть, как-то... И... Удалось бы построить декоды более быстро. Но... Я на эту тему ничего не нашел. Но... И... Непонятно все-таки, как это используется. Нет, это было известно. То есть, это... Никогда был бы... Какой-нибудь... Более быстрый, чем имеющийся... Так, через решение. Ну, вот я... В данном случае мы берем, там, все в куточке группы, да? Ну, все в куточке кривой. Кроме нуля. Казалось бы, как бы... То есть, мы это немножко хорошо разливаем. То есть, оно не какой-то там... Никакой-то набор точек. Казалось бы, может, как-то можно использовать другую куточку, но... Не знаю. Ничего на эту тему не нашел. Понятно, ну да. Хотел бы границ добраться до вот этих, которые, ну, улучшились, благодаря рукам. Но... Ну, да. Но еще как кода, ну, ты... Ты не будешь... Ты будешь далеко... Ты довольно далеко будешь отступать от кода предо... От НДР кода. Вот. То есть, ты... Вот, если ты илитические коды берешь, это доказано, что... Почему не далеко? Ну, они же... Это в случае илитические. Так, а ты будешь уже увеличивать, ты будешь... Да, там... Вот, собственно, я тоже... Вот, с этим не подходим, а уходим на тему, да? Мы от него там уходим, но... Там преимущество в том, что мы удлиняем коды. Ну, да, да, да. Ну, там сингл это не так важно. Да, сингл это не так важно. Да, сингл это не так важно. Например, коды и заманжеры, они же тоже отступают, да? Ну, да, да, да. Ну, они противности используют. Они используют, да. Деньги сделают именно так нужно вот так, что за Настройки снова готовы и доставii. Возьми, крюлеры и из Secondary гости.